МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Секретные планы большевиков и великий миф о социализме. Если бы государство не взяло задачу фортирить промышленности, НЭПа существовал. Гримасы НЭПа и танец Сталина на свободном рынке. Ну, товарищ Сталин, 160 сантиметров роста, мужик сибирский. Он говорит ему, а ты рябой попляши, я тогда тебе путник другой и начиню. Канкан в экономике и кабарет для финансов в программе Дырка от бублика. Обещали и делим поровну. Одному бублик, другим дырка от бублика. Это и есть демократическая республика. Владимир Маяковский. Мистерия Буф. Эта песня стала негласным гимном особого периода в истории советского государства, который получил название НЭП. В России мелких предпринимателей никогда особо не жаловали и не жалели. И в наше время мелкий бизнес точно так же вымаливает помощью государства, как и на заре советской власти. 90 лет назад, в 1921 году, в молодой советской республике, произошел резкий поворот от командной системы военного коммунизма к новой экономической политике. Если бы советское государство не перешло к НЭПу в 1921 году, оно бы, конечно, рухнуло. Почему? Потому что экономика была истощена до предела. Ну, примерно 20% промышленного потенциала и где-то процентов 60% сельскохозяйственного потенциала. И в этих условиях нужно было искать, ну, как я бы сказал, внутренние резервы. А поскольку страна была аграрная, то я думаю, что надо было предоставлять определенную самостоятельность к христианству. И НЭП дал это. А затем, когда уровень довоенный в основном был восстановлен и возникла проблема индустриализации, вот как раз этот фактор, я имею в виду НЭП, он стал мешать дальнейшему развитию. НЭП просуществовал всего 10 лет. В 1932 году в Ленинграде был закрыт последний частный магазин булочной некого Фельштейна. А вскоре последних НЭП-манов ликвидировали как класс на всей территории Советского Союза. Во времена построения социализма НЭП представляли как вынужденное краткосрочное отступление от коммунистических принципов и особого внимания этому периоду не уделяли. Сегодня, когда идет строительство дикого капитализма, этот государственный опыт вновь оказался невостребован. А между тем, ведущие экономисты мира считают НЭП уникальной по эффективности экономической моделью. Принципы НЭПа, они сразу стали изучаться во всем мире. Их очень активно изучали скандинавы. И где-то с начала 30-х годов начинает формироваться такое понятие, как шведский социализм. Об этом шведском социализме у нас много говорили в условиях перестройки. В последние 20 лет никто об этом не говорит. Но, в принципе, как многие специалисты считают, вся Европа живет при социализме, кроме нашей страны. И элементов социализма в европейских странах очень много. Поэтому мне кажется, что такими нормальными продолжателями НЭПа были, к сожалению, политики не в нашей стране. Не в нашей стране, а НЭП, вот он, ну, как я писал раньше в некоторых статьях на эту тему, НЭП у нас умер в нашей стране, он умер в подростковом, в детском возрасте. Сенсация! Великий американский президент Рузвельт был обыкновенным плагиатором. Сегодня, в период мирового кризиса, все вдруг вспомнили о рузвельтовском чуде. В 30-е годы, благодаря его экономической политике, США вышли из Великой депрессии. И получили мощный толчок в развитии. Но оказывается, все основные положения рузвельтовской программы были попросту списаны с ленинской концепцией НЭПа. Рузвельтовская команда тщательно изучала советский опыт и привлекала к работе американских специалистов, работавших в Советском Союзе. Ну, и хочу сказать, что одним из политиков, который воспользовался вот этими ленинскими наработками, конечно, был Франклин Делано Рузвельт. Значит, его мозговой трест, его идея, так сказать, государственного регулирования экономики, и очень мощное началось государственное регулирование экономики, они в том числе опирались и вот на эти идеи, которые в нашей стране в 20-е годы реализовались. Я не помню, я у кого-то прочитал, что из пяти специалистов, которые составляли вот этот мозговой трест Франклина Делано Рузвельта, там три человека были, ну, в общем, будем говорить так, специалистами по НЭПу. Они его очень тщательно изучали. Это, так сказать, не спетая до конца наша песня. Сегодня большинство людей воспринимает НЭП через призму лихих 90-х, когда бывшие партийцы и бандиты почувствовали себя новыми хозяевами жизни. Страна рушилась, шахтеры, врачи, учителя месяцами не получали зарплаты, старики вымирали без пенсий, а новые НЭПМаны, получившие название «Новые русские», демонстративно просаживали в дорогих ресторанах уворованное общенародное достояние. При любом каком-то нестабильном существовании, экономическом и, опять же, как страна тоже была в непонятном, подвешенном состоянии, я думаю, что, ну, первое время чумы. Вот такое какое-то, я думаю, такое состояние. Кому-то очень плохо, кому-то, вот, горев все огнем, будем гулять. На самом деле НЭПМА был интереснейшим периодом в истории страны, и не только в экономике, но и в культуре. Знаменитый утесовский джаз, весь современный ресторанный шансон – все это наследство лихих 20-х. В Петербурге сохранился осколок настоящего НЭПМА. Открылось ведь во времена НЭПМА в Ленинграде, по-моему, 40 новых ресторанов сразу. И возродились варьи-те, и возродились какие-то снова шоу, и джаз-банды были, и все это такое. Ну, вот интересно очень. Там дворники возродились, мороженщики. Ну, вот вся эта атрибутика, которая была в старой России, видимо, люди все-таки тоскуют по таким каким-то красивым вот вещам. Можно по-разному относиться к личности и делам Ульянова Ленина, но то, что это был выдающийся тактик и стратег, не подлежит сомнению. Переходу страны от политики военного коммунизма к НЭПу Ленин придавал судьбоносное значение. Рассекреченные документы показывают, какая драматическая ситуация сложилась в большевистском руководстве при решении этого вопроса. Большинство партийцев выступало категорически против ленинского плана. Дело дошло до того, что Ленин предъявил ультиматум. Или план принимается, или он уходит с поста председателя Совнаркома и члена Политбюро. Ленин, как политик очень такой прагматичный, трезво глядевший на развитие ситуации в стране, он, видимо, понял, что должно быть определенное соревнование между различными укладами, что без соревнований, без вот этой пружины не будет движения общества вперед. Значит, Ленин был уверен, что социалистический уклад, в силу целого ряда обстоятельств экономических, он победит остальные уклады или, во всяком случае, будет контролировать. Но Ленин прожил очень мало. Что было бы, если бы Ленин прожил бы еще 5 или 10 лет, никто не знает. Кроме многих членов ЦК и правительства, против НЭПа активно выступало и большинство рядовых партийцев. На комсомольских собраниях молодежь призывали продолжать подготовку к мировой революции и всячески бороться с овбурами, советскими буржуями, как тогда называли НЭПманов. Товарищ Сталин считал, что НЭП свое дело сделал, и с конца 20-х годов он начал его сворачивать. Сталин говорил ведь как, некоторые просто цитируют Сталина, но цитируют неправильно. Говорят, что Сталин послал НЭП к черту. Сталин этого не говорил. Сталин говорил, если НЭП не будет работать на нас, если мы не будем от использования вот этих НЭПовских методов получать результат, если мы не будем контролировать ситуацию, то мы пошлем тогда НЭП к черту. Были случаи, когда в частные заведения запускали блохо тараканов, мазали витрины краской и дегтем. А в сентябре 1929 года комсомолец Никифоров даже совершил теракт в знаменитом Елисеевском магазине. Он швырнул в зал пакет, начиненный фекалиями. Разодетая НЭПмановская публика оказалась вся в коричневом. Он объяснил свой поступок ненавистью к богатым. Комсомольская организация завода, где работал бомбист, взяла его на пороки. Так что нынешнее швыряние над сболами тортов и прочих продуктов чиновников тоже берет начало с НЭПа. Не всем это нравилось. И, например, там рабочие, чернорабочие, которые не очень много работали, те, кто любил выпить, с 1924 года у нас восстановилась продажа водки, они как называли НЭП? Они называли НЭП – это новая эксплуатация пролетариата. Ленинградские совбуры неоднократно обращались с жалобами на комсомольцев к руководству города и лично к товарищу Кирову, но сочувствия не нашли. Более того, Мироныч, как называли Кирова рабочие, вообще запретил принимать жалобы от НЭПманов. Он говорил, что их претензии не имеют смысла, так как они явление временное. А вот жалобы пролетариев на НЭПманов надо рассматривать в самые сжатые сроки и наказывать совбуров по полной. Ну, здесь нужно учитывать несколько обстоятельств. Первое заключается в том, что государство сохранило в своих руках всю крупную промышленность, транспорт и так далее. Поэтому частные владельцы практически не вернулись. То есть был разрешен мелкий сектор, это и в сельском хозяйстве, и в городе и так далее. Ну и частично государство предлагало в аренду некоторые средние предприятия. Но если брать то, что называется командными высотами в экономике, они оставались в руках государства. Что касается частных владельцев, то эти частные владельцы, которые возвращались в Советский Союз, были в основном иностранцами. Их было немного. НЭП был логичным до определенного момента, до того, как был взят курс на коллективизацию. Если бы государство не взяло задачу фортируть промышленное развитие, НЭП существовал. Смотрите далее. Гламурные наследники акул и хипесников. Пир во время чумы. Вот как я могу гулять. Вот что у меня цыгане, певцы. Забуревшие совборы и коррумпированный совнарком. В 20-м году нас работали в среднем в стране не 8 часов, а работали в среднем 2 часа. По негласной квалификации ГПУ все НЭПМАНЫ делились на три категории. НЭПМАНЫ-АКУЛЫ, НЭПМАНЫ-Середники и НЭПМАНЫ-Хипесники. Эти группы резко отличаются друг от друга. Акулы обитали в основном в крупных городах. Это были работники трестов, синдикатов и крупные торговцы. Они были завсегдатаями дорогих кабары и кафе-шантанов и пытались изображать из себя дореволюционных аристократов. Очень похоже на сегодняшнее время чем-то, когда было большое различие между бедными и богатыми. И люди богатые желали показать свое богатство. И открывались и рестораны, и кабары, где они могли потратить свое богатство, пошиковать, поесть ананасов с рябчиками, послушать любимые песни инородные, и в то же время как-то приобщиться к искусству того времени. НЭПМАНЫ-Середники составляли основную массу мелких торговцев и зажиточных крестьян. Их вкусы были попроще. Именно благодаря им наша культура обогатилась бессмертными бубличками и лимончиками, прародителями современной попсы. Ну, есть и молодежь, которая, видимо, в семье, может быть, родители, когда слушают это, или там бабушки и дедушки в авторитете. И некоторые молодежи знают даже тексты, и подпевают, и вот это так мило. Третью группу составляли НЭПМАНЫ-ХИПЕСНИКИ. Так тогда называли нынешних авторитетных предпринимателей, связанных с уголовным миром. До наших времен братва в малиновых пиджаках заказывает в кабаках незабвенную мурку. Люди очень часто мурку просят исполнить. Однажды мы ее пели, у меня был вариант мурки детский мой, который я с детства немножечко помню. «Мурку хоронили, все собаки выли». Что-то такое. Там он встретил ее в темном переулке, встретил Юрка-мурку. Здравствуй, моя мурка, и прощай. С первого удара мурочка упала, со второго треснул черепок. С третьего удара мурочка лежала, обливая кровушкой песок. И вот мурку хоронили, и все собаки выли. Новых богачей мало интересовало классическое искусство. Для его понимания у них не хватало образования. Они устанавливали свою моду. «Сделайте нам красиво». Этот Непмановский лозунг лежит в основе современного гламура. Простые непритязательные тексты и мотивы некоторых песенок вошли в историю страны, передаются из поколения в поколение, обогащаясь новыми рифмами и современным содержанием. Что крестьянская женщина чувствовала во времена Неппа, вряд ли мы на него можем ответить. Я точно не могу. У него было свое время, и она осталась женщиной. А городская женщина – это другая женщина. У нее больше информации, больше соблазнов. Мне кажется, что это время Неппа – это время соблазнов, которые кто-то удовлетворял, а кто-то нет. Одним из несомненных достижений Неппа было возрождение женской красоты. Частный капитал был не способен модернизировать тяжелую индустрию, но вполне успешно провел модернизацию женского пола. На смену революционному аскетизму комиссаршам в кожанках и гимнастерках приходит женщина во всей ее красе. Ну вот после революционной эти всякие женщина же обезличилась, и такой придалось ей вид такого мальчика. Женщина-мальчик была в моде. То потом вдруг вот эти шикарные всякие шляпки появились, и зонтики, и мундштуки, и какие-то наряды немыслимые, и перья, и вот эта такая псевдороскошь, и роскошь настоящая. Новый рынок, несомненно, дал нам много перемен. Одному севрюгу с хреном, а другому только хрен. Народная частушка. Введение НЭПа было стратегически важным решением. По мысли Ленина, НЭП должен был не только накормить страну, но и решить важнейшую задачу повысить производительность труда. В первые годы советской власти весь революционный энтузиазм уходил на митинги и демонстрации. Свобода вылилась в полную анархию на производстве. Как это так тебя заставляют работать? Да, в 20-м году есть данные, там, академика Струнилина, многих других. В 20-м году у нас работали в среднем в стране не 8 часов, а работали в среднем 2 часа. Но получали за это свою воблу, получали за это свое пшено, и были довольны. И им больше ничего не нужно было. Как мой друг рассказывал в Африке, он говорит, что такое социализм для африканцев? Это возможность иметь чашку с рисом и ничего не делать. Значит, можно так понимать социализм, а можно понимать социализм, как строй, который основан на интересе людей, без эксплуатации. Ленин считал, что как только не будет эксплуатации, так сразу все начнут хорошо работать, будет высокая производительность труда, и мы по производительности труда, в чем главная фишка марксизма? Мы, Ленин говорил, мы должны по производительности труда побить капиталистов. Никогда мы этого не сделали. Но в советское время, там, ко временам Брежнева, у нас по производительности труда, ну, мы по сельскому хозяйству тогда были данные 20-25% от американцев, в промышленности там 40-50-60%, а сейчас мы отстаем по производительности труда от развитых стран в десятки раз. И об этом никто ничего не говорит. После того, как был взят курс на индустриализацию, НЭП был обречен. И это не злая воля ужасного Сталина, а объективная необходимость. Россия оставалась крестьянской страной, основная масса прибыли и цены были в руках сельхозпроизводителей. Для того, чтобы получить деньги на промышленность при НЭПе, в условиях свободного рынка, государству понадобилось бы около сотни лет. По сталинскому плану, на индустриализацию отводилось всего 10. Отсюда и коллективизация, и установление твердых цен, и конец бубличной эпохи. В первые буквально годы НЭПа появилось огромное количество кожаных вещей. Пиджаки кожаные, куртки, плащи, сапоги и так далее. В чем дело? Оказывается, наш предприимчивый, неглупый народ в условиях гражданской войны вот этот скот, который падал от бескормицы, обдирал, кожу складывал, обрабатывал их, и как только сказали, ребята, можете, пожалуйста, делать, и вас никто не отберет. И не турки пошили эти все кожаные куртки, а сразу же вот те люди, которые готовились к какой-то новой, они мечтали о том, что когда-то наступит новая жизнь, значит, они этого дождались. То есть, надо людям дать возможность нормально работать, жить, значит, в соответствии с их интересами в данный конкретный момент, и чтобы они знали, что их работа, ну, так сказать, увенчается каким-то результатом. Если человек, независимо от того, в 20-е годы или там в 90-е годы, он открывает предприятие, на него нанижает чиновник или там бандит, и от этого бандита его никто не защищает, да, то, конечно, это не является нормальной организацией производственных отношений. Страсть современных новых русских к шумным загулам, своеобразный пир во время чумы тоже берет начало от НЭПа. От ощущения временности своего благополучия, понимания, что вся эта красивая жизнь может закончиться в любой момент. Вот как я могу гулять, вот что у меня цыгане, певцы, танцовщицы, все моих ног, все могу купить, оно в России никуда не девается. И не денется. Только как бы масштабы немножко другие, и местоположение немножко изменилось. Сейчас мы любим гулять по всему миру. НЭП ознаменовал не только переворот в экономике, но и в сознании людей. После периода тотального подавления человек впервые почувствовал свободу от диктата государства. Существует легенда, что непосредственным толчком для свертывания НЭПа стал разговор Сталина с крестьянином во время поездки в Сибирь. Вот самый мой любимый такой пример, который я обычно предлагаю студентам, для того, чтобы объяснить, почему свернули НЭП. Это знаменитый случай, документальный, достоверный. Значит, Сталин в январе 28-го года приезжает в Сибирь и пытается выяснить, почему мужики не продают хлеб в порядке хлебозаготовок. Вот Сталин приходит в двор крестьянина и его спрашивают, мужик, ты продналог заплатил? К этому времени уже продналог был денежный, то есть платили не натурой, а деньгами. Мужик показывает, вот, пожалуйста, я заплатил. А почему нашим заготовительным организациям ничего не продаешь? Он говорит, а меня цена не устраивает, цена низко. Вот понимаешь, мужик, мы вот тут индустриализацию начинаем, нам нужно промышленное оборудование закупать, а ты вот не продаешь нам денег, ты вот поступаешь как несознательный, так сказать, человек, вот понимаешь, родина к тебе обращается. Ну, в конце концов, они разговаривали, разговаривали, потом мужик говорит, ну, товарищ Сталин, 160 сантиметров роста, мужик сибирский, и он говорит ему, «А ты рябой попляши, я тогда тебе пудик другой и накину». Вот присутствовавший при этом секретарь Сталина записал, что Сталин развернулся на своих вот этих самых каблучках, и потом Сталин рассказывал эту историю на одном из партийных съездов. И он говорил, «Кулаки хотят нас взять за горло!» Нет, мы этого не допустим, мы этого не позволим. А что здесь имело место? Здесь просто человек, сибирский крестьянин, он, так сказать, опираясь на то, что уже было сделано, там, обещано в свое время Лениным, он просто поступал как свободный человек. Он хотел быть свободным человеком. Он хотел, чтобы его экономически заинтересовали. А нашей власти шевелиться не хотелось. И, как вы знаете, Бухарин предлагал так называемую ситцевую интервенцию. Бухарина тоже затоптали, объявили его предложение правым уклоном. И у нас возникла командно-административная система, то есть работа с населением с помощью палки. Поэтому вот есть такие разные подходы к новой экономической политике. К сожалению, повторяю, не столько мы воспользовались этими идеями, сколько другие страны. Несмотря на показушную гульбу в ресторанах и прочие радости жизни, социальное расслоение общества при НЭПе по сравнению с современной Россией было мизерным. Если бы НЭПман 20-х увидел, как жируют наши олигархи и новые русские, он почувствовал бы себя обиженным пролетарием. Различие в уровнях жизни между самыми бедными и богатыми тогда было примерно такое же, как сегодня в странах Скандинавии. И самое смешное, что Михаил Сергеевич Горбачев, ну, так сказать, скажем так, человек, видимо, не очень большого ума, он все-таки о НЭПе вспомнил. Но когда он вспомнил о НЭПе? Он вспомнил о НЭПе весной 91-го года, когда уже все разваливалось, распадалось, и когда уже неизвестно было, что надо было делать. То есть НЭПе – это вообще очень такая мощная концепция, очень мощная модель. Но в настоящее время она реализуется в Китае. Безусловно, сегодняшние китайцы – это продолжатели дела Ленина. Во Вьетнаме эта модель используется. Я напомню, что при Косыгине в принципе те же способы управления, регулирования экономикой были на некоторое время взяты на вооружение. Но опять-таки главная проблема, с которой не хотели связываться, с которой боялись наши руководители, это чрезмерная самостоятельность населения. Это возможность потерять политическую власть. Главный урок НЭПа. Если кормить народ одними дырками от бубликов, страна превратится в большую дыру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова